Доброго времени суток, леди и джентльмены! Давайте сегодня разберем, что такое сырой мед. Мед сырец. Роу Хани. Специалисты в области оптовых продаж меда часто оперируют этим понятием, как бы показывая, что это мед неполноценный и требующий какой-то дополнительной обработки, то есть дополнительных затрат. Сырой мед – это мед, полученный из сот улья и отфильтрованный через сетку или нейлоновую ткань с целью отделить мед от примесей, таких как пчелиный воск и мертвых пчел. В пчеловодческой среде бытует небольшой миф, что мед, откачанный на пасеке, должен обязательно пройти какую-то дополнительную обработку, фильтрацию перед его разливом в бутылки и отправкой в магазин. На самом деле это не так. Давайте быстренько заглянем в интернет-магазин и посмотрим, сколько сырого меда на их полках. На известной торговой площадке Amazon можно посмотреть разнообразие продаваемых сырых медов по достаточно высоким ценам. Вот, к примеру, стопроцентный сертифицированный органический сырой мед. Цена за баночку – 12 долларов 35 центов. 454 грамма в баночку. Сырой мед отличается по вкусовым качествам от обработанного меда, так же, как, например, сырое молоко отличается от пастеризованного. Но есть масса потребителей, которые не придают этому значение и даже предпочтут сырой мед. Сырой мед разливается в бутылки и готов к употреблению. С другой стороны, производство обычного меда включает еще несколько этапов перед его разливом в бутылки, например, пастеризация и фильтрация. Пастеризация – это процесс, который разрушает дрожжи, содержащиеся в меде, под воздействием высокой температуры. Это помогает продлить срок годности меда. Кроме того, фильтрация дополнительно удаляет загрязнения, такие как мусор и пузырьки воздуха. Так что мед дольше остается в виде прозрачной жидкости. Это и привлекательно для многих потребителей. Некоторые коммерческие меды дополнительно обрабатывают ультрафильтрацией. Этот процесс дополнительно улучшает его, чтобы сделать его более прозрачным. Но он также может удалять полезные питательные вещества, такие как пыльца, ферменты и антиоксиданты. Более того, внимание! Некоторые производители могут добавлять сахар или подсластители в мед, чтобы снизить затраты. Резюме. Сырой мед лучше всего описать как мед, поскольку он существует только в уле. Он извлекается из уля, процеживается и наливается прямо в бутылку, минуя коммерческие методы обработки. Сырой мед более питателен. Он содержит большое количество полезных веществ. В сыром меде содержится около 22 аминокислот, 31 различный минерал, широкий спектр витаминов и ферментов. Что больше всего впечатляет в сыром меде, так это то, что он содержит около 30 биологически активных растительных компонентов. Их называют полифенолами. И действуют они как антиоксиданты. Многие исследования связывают эти антиоксиданты с впечатляющей пользой для здоровья, включая снижение воспалений в организме и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний. И наоборот, коммерческий мед может содержать меньше антиоксидантов из-за методов обработки. Например, одно исследование сравнивало антиоксиданты в сыром и обработанном меде с местного рынка. Они обнаружили, что сырой мед содержал в 4,3 раза больше антиоксидантов, чем обработанный мед. Обычный обработанный мед не содержит пыльцу. Пчелы собирают пыльцу, путешествуют от цветка к цветку. Пыльца при откачке попадает в мед. Из-за этого качество меда еще более улучшается. Пчелиная пыльца, на удивление питательна, содержит более 250 веществ, включая витамины и аминокислоты. Незаменимые жирные кислоты, микроэлементы и антиоксиданты. К сожалению, такие методы обработки, как термическая обработка и ультрафильтрация, могут удалить пчелиную пыльцу. Например, одно из исследований проанализировало 60 образцов коммерческих марок меда в США и обнаружило, что 75% всех образцов не содержит пыльцу. В общем мире существует серьезная беспокоенность по поводу того, что обычный мед, который пастеризируется, загрязняется сахаром или другими посластителями, такими как кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. У предприятия, которое занимается фасовкой меда для конечной реализации через магазин, есть выбор фасовать сырой мед, либо предварительно пастеризировать мед перед отправкой в розничную торговую сеть. Сырой мед – это не сырье с низкой стоимостью, это полностью готовый к употреблению продукт. Для покупателей меда я бы рекомендовал мед покупать напрямую у пчеловодов, без всяких обработок и пастеризаций. Только натуральный, полезный продукт для здоровья. Если вам понравилось данное видео, поставьте палец вверх. Желаю всем удачи и хорошего дня!